6 сентября в эфире радио Наринмар-ФМ губернатор округа Игорь Кошин ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Компания «Лукойл» отмечает свое 25-летие. Во время празднования Дня работника нефтяной и газовой промышленности в НАУ прошло чествование и юбилей нефтяной компании. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Губернатор округа Игорь Кошин ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Регулярная прямая линия состоится во вторник, 6 сентября в эфире радио Наринмар-ФМ. Как отметил Игорь Кошин, масштабы округа позволяют власти и обществу постоянно быть на связи и слышать друг друга. Те вопросы, за решение которых несут ответственность муниципалитеты или федеральные ведомства, по итогам прямой линии будут поставлены на личный контроль. Прямой эфир на радио Наринмар-ФМ состоится 6 сентября в 12 часов 10 минут. Телефон прямого эфира 2-102-5. В преддверии Дня нефтяников своих работников честовало структурное подразделение компании «Лукоил Коми» «Лукоил Севернефтегаз». Поздравил одну из самых крупных нефтедобывающих организаций округа и глава региона Игорь Кошин, а также представители окружного парламента, администрации Заполярного района и Наринмара. На праздничные мероприятия побывала и наша съемочная группа. В этом году компания «Лукоил» отмечает свое 25-летие. Во время празднования Дня работника нефтяной и газовой промышленности в НАУ прошло честование и юбилея нефтяной компании. За четверть века она достигла высоких производственных показателей, став неотъемлемой частью глобального энергетического рынка. Часть этого успеха принадлежит и самому северному территориальному подразделению «Лукоил Коми» «Лукоил Севернефтегазу». На территории Нинецкого округа оно разрабатывает пять месторождений в Большеземельской тундре – Тединская, Инзерейская, Восточная Сурутоюзская, имени Рассихина и Хальчиюзская. Сегодня мы успешно выполняем намеченные планы по добыче нефти. Это подтверждает итоги предприятия за 8 месяцев. Так, на 1 сентября текущего года в нашем предприятии добыто уже 1,4 миллиона тонн нефти. И в этом году мы планируем добыть почти 2 миллиона. Сегодня в «Лукоил Севернефтегазе» трудится порядка 1 тысячи сотрудников из разных городов страны. Более половины из них – жители Нинецкого округа. Разработчики, строители, буровики, электрики, технологи, геологи, машинисты и операторы – все те, без кого успех компаний невозможен. Ежегодно в честь профессионального праздника в «Лукоиле» поощряют самых достойных работников. Накануне Дня нефтяника также традиционно чествуют и детей сотрудников. Родителям вручают благодарственные письма за отличное воспитание детей, а детям – дипломы за высокие производственные показатели в учебе. Высокие производственные показатели структурного подразделения «Лукоил Севернефтегаз» отметил и глава региона Игорь Кошин. Губернатор подчеркнул, что нефтяники играют особую роль в судьбе региона и делают многое для повышения качества жизни населения округа. «Нам с вами сегодня очень непросто, потому что какое-то время мы жили в совершенно другом уровне, нефтяники. Отсюда складывались и доходы, и большие и доходы в бюджет. Сегодня мы все вынуждены проводить оптимизацию, искать другие способы, более экономичные способы развития, добычи. И я хочу сказать, что сегодня вы делаете очень успешно». Впереди у компании большие производственные планы, а также планы по социально-экономическому развитию региона. Отмечу, что «Лукоил Коми» вносит большой вклад в развитие Ненецкого автономного округа. К примеру, трудоустройство местных жителей является одной из приоритетных задач компании. Визит в Ненецкий округ спустя 30 лет со дня победы в играх доброй воли. В столицу Ненецкого округа приехал чемпион мира по боксу Игорь Ружников. Бесприбойный доступ к высокоскоростному интернету, качественная связь и цифровое телевидение. Проект под названием «Непростая связь на севере» запустил филиал Ростелекома в республике Коми. Спустя 30 лет со дня победы на играх доброй воли в столицу Ненецкого округа приехал чемпион мира по боксу Игорь Ружников. Основная цель визита спортсмена – встреча с юными наринмарскими боксерами и поездка в Нижнюю Пешу на малую родину именитого боксера. Знаменитый боксер посещает Ненецкий округ регулярно. Предыдущий визит состоялся в декабре прошлого года. Тогда Игорь Ружников выступал судьей на соревнованиях в Красном. Там же провел мастер-класс для юных боксеров. В этом году Игорь Ружников поедет на свою малую родину в Нижнюю Пешу. «Программу, я так думаю, так меня вскользь упомянули. Встреча с общественностью, посещение спортивных залов. Поедем в Нижнюю Пешу, там открывать. Будем играть в волейбол. Сказали, что там хотят назвать кубок Игоря Ружникова по волейболу. Поиграем, посмотрим». Знаменитый чемпион уже провел встречу с красновскими спортсменами и побывал в спортивном зале Ненинского профессионального училища. Сегодня боксер встретился с губернатором округа Игорем Кошиным. Главе региона он вручил именной подарок в виде перчатки. Губернатор, в свою очередь, поблагодарил Игоря Ружникова за популяризацию спорта в НАУ. «Позвольте вам отдельно выразить благодарность за популяризацию спорта. И в округе много известных спортсменов. Но такого уровня единица, да? И для нас, безусловно, большая честь, что вы не просто не изгибаете свой малый родин, но на регулярной основе приезжаете и этих мальчишек, по сути, забираете с улиц. Вот это, наверное, самое важное. Популяризацией спорта Игорь Ружников намерен заняться на своей малой родине, в Нижней Пёше. Там в ближайшее время откроется физкультурно-оздоровительный комплекс имени чемпиона мира. Дмитрий Марков, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Непростая связь на севере. Проект под таким названием запустил филиал Ростелекома в Республике Коми. В рамках проекта журналисты и блогеры северо-западных регионов страны своими глазами увидели, как устраняются аварии на магистральных каналах связи. Об этом и рассказывали в наших предыдущих выпусках. О том, как непросто обеспечивать бесперебойный доступ к высокоскоростному интернету, качественной связи и цифровому телевидению, представители СМИ узнали и на пресс-конференции. Она прошла под руководством директора Коми филиала компании Ростелеком. На участке магистрального оптоволоконного кабеля Нюфчим-Ясник повреждён кабель. Как только произошла авария, данные о ней поступают в Центр управления сетью. Это, можно сказать, сердце филиала компании Ростелеком в Коми. Сотрудники Центра ведут бесперебойную работу, чтобы все линии связи работали в штатном режиме. Вот и сейчас, как только получен сигнал, диспетчеры оповещают аварийно-ремонтную бригаду. Группа специалистов должна прибыть на место аварии в течение часа. О том, насколько порой тяжело добраться до места аварии, говорят цифры. Их озвучил на пресс-конференции руководитель Коми филиала Александр Хуциев. Площадь республики – почти 417 тысяч квадратных километров. Количество асфальтированных дорог крайне мало. Грунтовые в межсезонье размывает. 10% территории – болотистая местность. Эти условия отражаются на специфике содержания линий связи. Так, в филиале работают водолазы-связисты, которые обследуют самый сложный участок – реку Печора в районе Медвежки. По дну русла проходит магистральный кабель в Ненецкий округ. – Линия очень сложная в том плане, что вот здесь, именно на участке Акунев-Новый Бор, как раз-таки река Печора показывает свой такой нрав. Вот линию мы ввели, насколько я помню, в 2012 году. Вот, наверное, мы 2012 год и прожили спокойно. 2013 год у нас была жуткая авария. Там, во-первых, уникальная ситуация случилась. То есть, где-то лет, наверное, 35-40 не было таких вот явлений, как осенний ледоход. А вот здесь как раз он был. Чем отличается осенний ледоход от весеннего? То, что он идёт по низкой воде. То есть, он спарывает, как бульдозер это всё на реке. Для скорейшего ремонта оптоволокна была совершена уникальная операция. С помощью авиаотряда на противоположных берегах установили оборудование для радиорелейной связи. В результате доступ к широкополосному интернету для жителей округа был возобновлён на две недели раньше. По словам руководителя Коми-филиала, о возможных авариях нужно заботиться заранее. Сегодня компания рассматривает возможность для проведения резервной линии. Возможно идти и через наш Тусинск, где строится дорога от Тусинска до Нарьянмара. Возможно, через Архангельскую область. Но в любом случае резерв нужен однозначно. Строительство подобных сооружений – это достаточно дорогостоящие мероприятия. Поэтому вопрос стройки – это вопрос финансирования. Решаем вопрос с финансированием. То есть, за счёт каких источников при участии государства, без участия государства или только деньги Ростелекома. Напомню, с проведением оптоволоконного кабеля жители Ненецкого округа получили доступ к широкополосному интернету, айпи-телевидению, качественной связи. До 2012 года передача данных на Большую Землю проходила с помощью спутниковых каналов связи. В Нарьянмаре появился ещё один памятник. Статуя первого самодержца Руси Иоанна III. Почему именно этому царю решили поставить памятник и кто сделал такой царский подарок, смотрите в нашем выпуске. Ещё один памятник появился в Нарьянмаре. Это статуя первого самодержца Руси Иоанна III, который в ходе своего правления провёл объединение значительной части русских земель вокруг Москвы. При нём было достигнуто окончательное освобождение страны из-под власти ордынских ханов. Принят судебник – свод законов государства. Почему именно этому царю решили поставить памятник и кто сделал такой царский подарок в материале Любови Пермяковой? Освещается памятник сей великому князю Иоанну III, Московскому и всея Руси. Бронзовый царь весом с 3,5 тонны и высотой 3,5 метра был изготовлен в Москве. Три года назад такой подарок за успешную реализацию проекта «Русская Арктика» нашему округу решил сделать патриарх всея Руси Кирилл. Историческую личность Иоанна III выбрали не случайно. Именно он основал первый заполярный русский город Пустозерц. По указу царя, в 1499 году в Югорскую землю на Печору прибыли князья – Семён Курбский, Пётр Ушаты и Василий Гаврилов-Бражник. Вместе с ними 4 тысячи человек. Целью их похода было закрепить за московским государством далёкие северные земли, зарубив укреплённый городок. В 16-18 веках Пустозерц являлся не только военной крепостью, но и административным, культурным и промысловым центром Печорского края. Когда мы храним эту память, когда мы живём по заветам наших благочестивых предков, земля благоукрашается. Дай Бог, чтобы хранителем этой памяти, этого благочестия, этой благодати, этой милости был наш крестолюбивый православный народ. Православного народа на открытии собралось немало. Это представители власти, культуры, службы МЧС, полиции, прокуратуры и детские общественные организации. Мы же, мы педагоги, призванные, чтобы действительно наши дети не были и ванными, не помнящими родства. И для кого я аксиому скажу такой, и владыка об этом говорил, что память – это та основа будущего. Если наши дети будут знать историю, то это та платформа, которой Русь произрастает. Святая Русь. Когда владыка пригласил нас на открытие памятника, монарху, который, в общем-то, отправил сюда, да, 2000 стрельцов для того, чтобы зарубить городок, пустозер, для того, чтобы определить границы здесь государства российского, мы посчитали возможным прийти, поучаствовать в этом. Установка памятника вызвала жаркие споры. Культурное и общественное сообщество долго обсуждало, нужна ли статуя Ненецкому округу и куда ее можно поставить. В итоге по царскому вопросу вынесли общее мнение. Иоанн III округу нужен. Теперь высокий в царском одеянии, со скипетром и державой. Он украшает территорию Богоявленского собора. Нарьянмар отметил 81-й день рождения. Виновник торжества собрал гостей на площади имени Ленина. На праздники выступили творческие коллективы и отдельные исполнители города и округа с привлечения представителей инициативных групп, советов многоквартирных домов, территориального общественного самоуправления. А на площади Маратсей в то же время прошла ярмарка сельхозпроизводителей «Золотая осень». В небе зори аллеют, малы пают вдали, словно солнце олени на рогам принесли. Нарьянмар мой, Нарьянмар! Благодаря в том числе и этой песне, написанной в середине 60-х и ставшей неофициальным гимном города, Нарьянмар стал известен во многих уголках страны. Сегодня нашу малую родину не нужно представлять даже за рубежом. И вместе с тем она продолжает оставаться тем маленьким краешком земли, о котором поется в легендарной песне. Нарьянмар мой, Нарьянмар! Городок невелик и немал! Сегодня Красный город разменял свой девятый десяток. 81 год назад, 10 марта 1935 года, рабочий поселок Нарьянмар Ненецкого округа Северного края был преобразован в город Нарьянмар. А еще несколькими годами раньше его основатели, наши предки, крепко задумались над тем, какое имя дать будущей столице Заполярного края. Вариантов было достаточно. В Инге-Март, Тундровый город, или Едей-Март, Новый город, Ненецк, Ленинск, Печорск, Полярный, Оленный. Комиссия по топонимике остановилась на имени Нарьянмарт. Спустя некоторое время звучание главного имени будущего города посчитали грубоватым и убрали последнюю букву «Д». Так наш славный город обрел свое современное название. Сегодня Нарьянмар, как и во времена его основания, продолжает оставаться единственным городом на всей территории округа. Трудно поверить, но в 1936 году, согласно официальным данным, в Красном городе проживало уже 10 288 человек. Спустя ровно 80 лет в столице региона проживает порядка 24,5 тысяч нарьянмарцев. Традиционно в первую субботу сентября нас всех объединяет общий праздник – день рождения нашего славного города. Нарьянмар – один из самых молодых городов нашей страны, а значит, ему есть куда расти и развиваться, считают наши земляки. Что Нарьянмару пожелать? Чтобы главное было мир на небо под землей, людям любви, радости, достатка в семьях и чтобы праздник города для них был праздником всей семьи. Проксветание вообще всем жителям нашего города. Нарьянмару я хочу пожелать тепла, хороших начальников, руководителей, развития инфраструктуры, социальных проблем, решения. Чтобы строился, строился и думал о пенсионерах. Пока на площади Ленина продолжали звучать слова поздравлений и пожеланий, а на сцене для гостей праздника выступали творческие коллективы, на соседней площади Мар-Оссей раскинулась сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». К участию в ней заявились 14 представителей агропромышленного комплекса Неницкого округа из Нарьинмара, поселков Красное и Искателей, села Вельковисочное. На временных прилавках они представили хлебобулочные изделия, молоко, яйца, местную рыбу и мясо. Николай Чупров предложил жителям консервированную оленину. Индивидуальный предприниматель закупает местное сырье, затем отправляет его на переработку в Санкт-Петербург и Киров. Часть готовых консервов возвращается в Неницкий округ, часть расходится за его пределами. Преимущество производителям – конкурентная цена. В Нарьинмаре-то так хорошо расходится, прямо берутся склады, так-то в основном за пределы уходят. На каждую ярмарку меня приглашают. Впервые участие в региональной сельхозярмарке приняла организация с Юга России. Крестьянское фермерское хозяйство из Ставрополя представило продукцию собственного производства, в том числе копчёности, сало солёное, сало маринованное, мёд собственной пасеки. Очередь в лавку фермера образовалась в первые же минуты. Много? Хватит всем? Ну, я думаю, не хватит. Я первый раз не знал, насколько у вас люди, скажем так, платёжеспособны, поэтому привёз. На пробу. Буду ездить теперь. Довольны участием в сельхозярмарке не только предприятия и участники, но и местные жители. Ну, кое-чего купила, что обычно больше нравится, там всегда берёшь. Ну, хорошо, что здесь деревень есть, потому что красное, например, масло очень вкусное, берём обязательно. Интересно посмотреть на местную продукцию, которую представляют. А сами что-нибудь покупаете на каких-то? Бывает, покупаем, да. Молочную продукцию, но это всегда покупаем детям. Масло с местной привезли, значит, будем брать масло местное. Телевисочное, красное. У них продукции редко бывают в магазинах и на расхват. Точно так же вон Ставропольское, да, и Ставрополье сало. Посмотрите, какая очередь. Вот люди выскупают всё. Это, да, это редко бывает у нас. Поэтому ярмарки очень нужны, тем более в такую хорошую погоду. Идея о покупке в одном месте всех видов местной продукции пришлась по душе горожанам. Ярмарка сельхозтоваропроизводителей доказала свою популярность и потому стала традиционной. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.